Сегодня Межгосударственный авиационный комитет обнародовал итоги расследования июньской катастрофы Ту-134 под Петрозаводском. Напомним, в результате крушения самолета погибли 47 человек. Согласно выводам экспертов, причиной трагедии стали неправильные действия экипажа в сложных погодных условиях. Вместо того, чтобы уйти на второй круг, летчики стали сажать машину. При этом один из них был нетрезв. Также ошибку допустили метеорологи, передававшие экипажу данные о погоде. О трагическом стечении обстоятельств. Илья Климов. Причиной катастрофы в Петрозаводске Ту-134 авиакомпании «Рус-Эйр», совершавшего 21 июня чартерный рейс из Москвы, стал человеческий фактор. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что к трагедии привел целый ряд событий, ни одно из которых не было связано с техническими неисправностями. Причиной катастрофы самолета Ту-134 при выполнении захода на посадку, в условиях хуже метеорологических минимумов аэродрома, самолета и командира воздушного судна для захода на посадку, явилось непринятие экипажем решения об уходе на второй круг и снижение самолета ниже установленной минимальной безопасной высоты при отсутствии визуального контакта с огнями приближения и наземными ориентирами, что привело к столкновению самолета с деревьями и землей в управляемом полете. Управляемый полет означает, что до последнего момента все оборудование Ту-134 функционировало, двигатели работали. О том, что творилось в кабине воздушного судна, Красноличевый говорит то, что главным сопутствующим фактором катастрофы названо неудовлетворительное взаимодействие экипажа. Даже сухой язык отчета МАК рисует страшную для любого пассажира картину, полностью отстраненный от управления второй пилот. Дышащий оптимизм и улишенный чувства опасности самоуверенный командир, который фактически доверил самолет более опытному штурману. В процессе захода на посадку штурман проявляет повышенную активность в корректировке курса полета, временами пытаясь ускорить действие командира воздушного судна. Справа 20 возьми и пошустрее пока крути. И в 19.35.29. Саш, крути быстрее, а! И уверяет командира воздушного судна в том, что без проблем точно выведет самолет на курс посадки. Я тебя точно выведу. Штурман ориентировался при посадке только по спутниковой навигационной системе и не использовал в нарушении инструкции автоматический радиокомпас и другие приборы для проверки положения самолета на глиссаде. Его внимание было рассеяно. Штурман был пьян. По результатам судебно-медицинской экспертизы уже достоверно известно, что штурман воздушного судна находился в состоянии алкогольного опьянения. Но даже абсолютно трезвому экипажу посадка в Петрозаводске стала бы крайне опасной проверкой профессионализма, как сказано в отчете МАК. Условия были хуже метеорологических минимумов аэродрома и самолета. Это означает, что Ту-134 не должен был даже пытаться приземлиться. Однако экипаж располагал неверным прогнозом погоды. За полчаса и за 10 минут до посадки полученные данные не соответствовали фактической погоде. Метеорологи ошиблись и с высотой нижней границы облаков, и с видимостью и с крайне опасным явлением погоды — туманом. В результате в сумерках в густом тумане Ту-134 отклонился от курса на 270 метров, задел верхушки деревьев, рухнул недалеко от аэродрома и загорелся. На борту самолета находились 43 пассажира и 9 членов экипажа. Погибли 47 человек. Пятерых удалось спасти. Все они получили тяжелые ранения. Вскоре после трагедии был поднят вопрос о прекращении эксплуатации Ту-134. Машина эта, конечно, безнадежно устарела, но вины ее в катастрофе под Петрозаводском специалисты не обнаружили. Илья Климов, Вести.